Знаете, я иногда люблю думать об игровой индустрии как о романтическом ситкоме. Что же Банжо будет делать теперь, когда она свалила из токсичных отношений? Вернется ли она к своему богатенькому бывшему? Или может быть предпочтет остаться одна, поймет, что одно ей действительно хорошо, а она сама себе хозяин? А может быть, может быть она поступит по-другому, сделает что-то кардинально новое, неожиданное и откроет для себя новые горизонты чела, которые может быть не такой богатый, как ее не слишком токсичный бывший, но с другой стороны он платил ей за эксклюзивный контент на PlayStation, и Sony только что купила Банжо. Что это означает для нас? Ну, для простых игроков в короткосрочной перспективе это не означает абсолютно ничего, потому что они не будут делать Destiny 2 эксклюзивом для PlayStation, я могу вам засполерить это прямо сейчас. А вот в долгосрочной перспективе вот этот вопрос уже интересный, потому что Sony видимо поняли, что офигенские кинематографичные экшоны с адовыми бюджетами это здорово, но нужно все-таки живыми сервисами тоже обзавестись, а то далеко мы в этом современном прогрессивном мире не уедем. С чем я могу их только поздравить? И в принципе за последние пару лет они принимают очень много решений, которые внушают мне надежду на лучшее будущее. А уж как хорошо себя чувствуют мои 7 акций Sony после этого объявления, вы б знали. Не настолько хорошо на самом деле, как Microsoft какой-нибудь там или Tesla, но тоже неплохо, тоже неплохо. Для начала сами объявления. Их в этот раз не характерно много. Настолько много, что складывается впечатление, будто Sony хотели максимально дать своей аудитории понять, что ничего не изменится в худшую сторону. Ну потому что моментально возникают вопросы насчет эксклюзивности, потому что это PlayStation, сами понимаете. Давайте, давайте почитаем, что им было сказать. У Bungie есть бесконечный потенциал объединять друзей по всему миру. И мы нашли замечательного партнера. Да, мы теперь вступаем в партнерство с PlayStation, которые разделяют наши мечты и готовы помогать нашему креативному видению для того, чтобы строить офигенские развлечения, которые пройдут через поколение. Наше путешествие начинается сегодня. Интересная фраза, кстати говоря. Наше путешествие начинается сегодня. Чем именно оно будет отличаться от вашего предыдущего путешествия? Давайте в принципе подумаем, что такое Bungie, кстати говоря. Потому что это, как известно у нас в наших русских деревнях, household name. Классические русские слова. Люблю их повторять очень часто. Но почему? В смысле, когда вы услышали эту новость впервые, либо несколько часов назад, либо вчера вечером, в зависимости от вашего часового пояса, вы наверняка моментально начали смотреть очень смешные оригинальные мемесы. Про то, что Джим теперь встречается с бывшей Филой. Я это, скорее всего, даже вынесу в превью. Про то, что чат Фил Спенсер покупает гигантский Activision Blizzard за 70 миллиардов, а Virgin Jim Ryan всего лишь там за какие-то 3,5-4 миллиарда покупает Bungie, до которой никому нет дела. Это не совсем справедливо, на мой взгляд, учитывая то, что из себя представляет одно, что из себя представляет другое и зачем эта покупка в принципе делается. Однако, Bungie, несмотря на то, что последнее время ее знают только по Destiny и только по Destiny, несмотря на это, у них есть немаловажный для Sony потенциал. Не просто потенциал людей, которые умеют делать шутеры, не просто потенциал людей, которые умеют делать живые сервисы, но людей, которые умеют делать шутеры и живые сервисы главным образом, да. Но тот факт, что это бывшая Фила, это на самом деле немаловажно. Отдельную уважуху, я считаю, нужно высказать Филу, кстати говоря, за его добрый, теплый и, что самое главное, большеприборный ответ, когда он говорит «поздравляю, Bungie», это очень круто, ваша креативность теперь раскроется по-настоящему, особенно поздравляю еще и PlayStation и Hermit Hjolst за эту замечательную сделку, вы будете добавлять себе новый талант в команду, все у вас будет хорошо. Короче говоря, как настоящий нетоксичный бывший желает своей бывшей хорошей свадьбы, может его туда даже пригласят гостем, это может быть даже не будет полный кринж, но это мы узнаем через какое-то время. Надо, кстати, оговорить, что покупка Bungie Sony — это не ответ Филу Спенсеру, это не ответ Xbox, который просто так, как будто бы на шару по щелчку пальца купили себе Activision. Подобные сделки не происходят по щелчку пальца. Они происходят в течение нескольких месяцев, когда все обговаривается, переобговаривается, иногда это занимает буквальные годы, а потом еще заключение сделки — это отдельная история, которая тоже кучу времени занимает. Но в данном случае я, в принципе, не удивлюсь, если эти сделки занимали меньше времени, чем обычно, да, потому что Microsoft, скорее всего, купили Activision Blizzard по скидке, да, они, скорее всего, буквально купили их на распродаже после скандалов, после того, как цена на эту компанию заметно снизилась на пару десятков миллиардов долларов, не то чтобы они не могли позволить ее себе раньше, но все-таки лучше за 70 миллиардов покупать, чем за 100, сами, скорее всего, понимаете. Что касается Bungie, ну, эта сделка все еще была в разговорах за последние несколько месяцев, но мы не знаем, сколько именно месяцев она заняла. Я просто не думаю, что это был какой-то очень быстрый кардинальный ответ. Однако, Bungie готовы дать Sony кое-что, чего им не хватает. Это разработка шутеров и живых сервисов, да, но для чего? Вопрос вот в чем. Для чего? Вы абсолютно правы, да, для того, чтобы подписываться на мой канал прямо сейчас, было невероятно просто. Всего лишь одно нажатие кнопки и колокольчик на все оповещения, и просто невероятная помощь каналу. Это, да, это очевидно, вы все это уже, конечно же, сделали. Однако, есть еще один момент. Понимаете, времена меняются, они двигаются вперед. Мы живем уже в мире будущего практически, и мир будущего в плане консольных войн предполагает то, что консольные войны, ну, они, по идее, уже должны сойти на нет, но уже совсем скоро они сойдут на нет прям вот совсем, вот прям совсем сойдут-сойдут, станут сойдут на максимально. Блокпост от самих Sony достаточно очевидный истоковый. Я даже не знаю, что здесь можно прокомментировать, кроме того, что Джим Райан, опять же, относится к всему этому делу с уважением, как ему и стоит, соответственно. Мы очень рады приветствовать нового члена семьи PlayStation, мы будем давать им креатив. Единственное, наверное, вот предложение, на которое я бы хотел обратить ваше внимание, здесь находится в третьем абзаце. Давайте прочитаем его полностью. Bungie обладают экспертизой мирового класса по разработке на мультиплатформе. Кстати говоря, тоже важно отметить на мультиплатформе, потому что PlayStation, видимо, понимает, что одной эксклюзивной платформой довольствоваться в мире будущего уже не получится. Мы хотим двигаться больше в сторону не учитывания того, какая пластиковая коробка стоит у вас дома, но об этом мы сейчас поговорим, и живых сервисов, как я только что упоминал, да, живых сервисов, которые поможут нам расширить видение PlayStation и предоставить его миллионам геймеров по всему миру. Обратите внимание, на что он здесь делает акцент. Живых сервисов у Sony очень и очень мало. Я не могу, если честно, вспомнить ни одного. Они делают акцент в основном на гигантские триплейные кинематографические приключения. Достаточно хорошие приключения с дорого богатым продакшеном, ничего не могу сказать, но в то же время предсказуемые. Когда вы покупаете такой дорогущий продакшен, вы получите от него удовольствие с большой вероятностью. Если вы знаете, что это такое, не пробуете их в первый раз в жизни, то, скорее всего, вы уже точно знаете, чего вам нужно будет ждать. Ну, по большей части. Однако, в плане своей монетизации пост-выпуском, у них все обстоит не лучшим образом. Чего нельзя сказать, например, о Destiny 2, у которой, несмотря на многочисленные мемы, в том числе и от меня, я люблю периодически их патролить на эту тему, все еще есть достаточно большое и активное комьюнити, которое, к тому же, достаточно активно покупает микротранзакции. Представьте себе, кстати, на секундочку, что если PlayStation будет получать долю с продаж микротранзакций с других платформ, потому что компания принадлежит им, ну и сами понимаете, как это работает. Что если вы сможете получать доход от людей, которые не имеют вашей консоли у себя дома? Это звучит как неплохой ход, не правда ли? Я имею в виду, это звучит как что-то, чем, наверное, нужно заниматься всем компаниям в наше время, потому что, а почему, сука, нет? Нет, зачем продолжать делать акцент на консольную эксклюзивность и на вот эту вот борьбу двух компаний ради... Ради чего, по большому счету? Почему бы просто не заниматься мультиплатформой и не иметь в долгосрочной перспективе гораздо больше дохода? В идеале, конечно, вы хотите еще делать свой подписочный сервис, там, проект Спартак, все вот эти слухи, но о нем нам пока что ничего неизвестно. Но, скажем так, когда я покупал акции Sony, я это делал с расчетом на то, что они будут анонсировать именно свой аналог геймпасса, а не то, что они покупают банджи, но, хей, два лучше, чем один. Спасибо, Джим, молодец. Не является индивидуальным финансовым советом, кстати говоря, это так просто на всякий случай, если меня смотрит господин прокурор, хотел это упомянуть. А вот блокпосты банджи у меня вызывают уже больше интерес, не столько из-за того, как они написаны, потому что все они написаны абсолютно стоково. Мы очень рады, что мы теперь члены семьи Sony, бла-бла-бла-бла-бла-бла. Мне интересно то, на что они делают акценты. Обратите внимание, сколько раз в двух, в двух, между прочим, блокпостах от банджи, потому что все в основном видели один, но там есть еще вопросы-ответ, на которые мы тоже сейчас посмотрим, в обоих своих блокпостах они пишут про креативную свободу и делают на нее прям реальный акцент. Они акцентируют внимание на том, что Sony никаким образом не будет пихать себя в креативный процесс, ну, по крайней мере, очевидным образом, потому что каким-то образом, скорее всего, это происходить все-таки будет. Когда вы выделяете деньги на большие проекты, вы хотите хотя бы иметь представление о том, куда именно эти деньги деваются, однако именно в видимом плане вроде как банджи свою креативную свободу все еще сохранит. По крайней мере, они пытаются вам об этом говорить и всячески-всячески повторяют. Вопрос-ответ у них, между прочим, есть прямо конкретный. Вот конкретно про эту ситуацию. Ну, особенно с Destiny, я думаю, потому что это сейчас их актуальный проект. И когда компания, которая еще недавно была известна своими эксклюзивами, покупает вашу компанию, то, естественно, возникает вопрос эксклюзивов. Сами понимаете. Будет ли Destiny Witch Queen платформенным эксклюзивом? Ну, то есть эксклюзивом для PlayStation, само собой, нет. Говорят они, Witch Queen останется мультиплатформенным. Никаких эксклюзивов можете не переживать. Каждый игрок должен получать офигенский опыт от Destiny, неважно, на какой платформе вы хотите играть. И аналогичный, смежный вопрос. У Bungie есть еще и будущие проекты в разработке сейчас. Будут ли они эксклюзивами для PlayStation? Нет. Нет, говорит Bungie, не будут. Мы хотим, чтобы все игроки по всему миру могли с любой платформы испытать крутой опыт, войти в наши миры. Мы продолжим публиковаться сами, кстати говоря, мы продолжим публиковаться сами на других платформах, креативно-независимо, и комьюнити Bungie останется нераздельным, где бы вы не играли. Вот эта фраза меня немножко смутила. Они продолжат публиковаться сами. Ну, подразумеваю, что они продолжат публиковаться сами на всех платформах, кроме PlayStation, в то время как на PlayStation, наверное, все-таки сам PlayStation будет их публиковать. В какой-то момент, читая эти строки, я начинаю задаваться вопросом, нахрена Sony купили их вообще? Если они будут выделять деньги на проекты, но при этом Bungie будут публиковаться сами, на сторонних платформах, по крайней мере. В чем прикол? Ну, чего именно Sony хотят этим добиться? Ну, определенно, они хотят добиться ноу-хау. Да, это самый очевидный ответ, который первым приходит в голову, и, скорее всего, он является самым правдивым, потому что он очевидный. У Bungie есть ноу-хау по тому, как делают шутеры. У PlayStation... Какие есть фирменные PlayStation-овские шутаны, про которые вы слышали за последние лет? Ну, давайте возьмем предыдущее поколение, и скажем, там, 8, например. Я вспоминаю Killzone. Ну, я имею в виду, именно если от первого лица, да, и kinda, kinda всё. Нет, наверняка есть много-много тайтлов, о которых я просто сейчас не могу вспомнить, но когда вы думаете про PlayStation, вы думаете прежде всего про вид от третьего лица, про кротоши, вы думаете про Last of Us, и всякие такие вот штуки, да, не про шутаны формата Bungie, мягко говоря. А теперь у них есть такое ноу-хау, да, теперь у них есть немножко больше разнообразия. И плюс ещё и живые сервисы, с которыми экспертизы и ноу-хау у PlayStation, мягко говоря, не хватало. Я на всякий случай подчеркну, потому что моментально сейчас найдутся умники, когда я говорю, что у них не хватало экспертизы с живыми сервисами, это не значит, что Sony не продавали микротранзакции. Микротранзакции и живые сервисы — это немножко две разные вещи. Пожалуйста, не надо писать свой гневный комментарий, напишите лучше добрый комментарий, потому что, ну, продвижение в SEO — это всё-таки продвижение в SEO. Вот, кстати, ещё один интересный вопрос, который больше относится к всему Sony в целом, я надеюсь, в будущем он к нему будет относиться. Что насчёт кроссплатформенных фич? То есть кроссейвы, кроссплей, компанийское приложение на телефоне, там, третьи, от третьих лиц какие-то приложения, менеджеры, всякие такие штуки, будут ли они удалены, перестанут ли они работать? Потому что, ну, все мы знаем репутацию PlayStation и кроссплатформы за последние годы, особенно в предыдущем поколении. Это, конечно, было очень весело, когда они на своём YouTube-канале очень весело угорали над Xbox One, про то, что вы не можете давать друг другу свои игры, да, но, к сожалению, с кроссплатформой потешались уже над ними скорее. Банжи говорят, что нет, все кроссплатформенные фичи останутся актуальными, ничего не удаляется, можете не переживать. А мне хочется, на самом деле, услышать заявление Джима Райана по этой теме. Будет ли PlayStation со своими прогрессивными решениями, с постоянной покупкой студий, будет ли он делать акцент на кроссплатформу теперь сам? Потому что мне бы хотелось услышать «да», мне бы очень хотелось услышать «да». Их недавние решения намекают мне на то, что Sony не хотят следовать примеру Nintendo какой-нибудь и заниматься какой-то своей исключительной уникальной темой, отограждаться от всего мира, притворяться, что они единственная видеоигровая компания на свете вообще, банить YouTube-каналы, которые перезаливают музыку. Это немножко другая тема, но примерно настолько же дебильная. На эту тему советую почитать вам Twitter в Рена, где вам пояснят очень адекватными тейками про то, что если вы берете музыку из видеоигр и перезаливаете ее бесплатно на YouTube-канал, то вы буквально хуже, чем австрийские художники 20-го века. Но сегодня не об этом. Стратегия отграждаться от всего остального мира PlayStation скорее всего не подойдет. И может быть, включить полноценный, работающий по всем тайтлам, кроссплей, было бы неплохим шагом. Помните, как в прошлом году, когда актуально было судебное разбирательство между Epic Games и Apple, у них всплывало очень-очень много внутрикомпанейской секретной информации, в числе которой был, например, тот факт, что PlayStation, Fortnite сам платит за кроссплей. То есть, если остальные платформы включают его по дефолту и говорят, да, конечно, мы хотим, чтобы в вашей невероятно популярной по всему миру игре на нашей платформе был кроссплей, потому что это означает большие доходы для нас, потому что внедрение в экосистему и остальные очевидные вещи. Но Sony, они-то не лыком шиты, они сказали, нет, это у нас невероятно популярная платформа, и вы к нам приходите, поэтому давайте-ка вы нам заплатите за кроссплей, дорогие мои тимы свыни. И они платили, потому что, ну, технически они как бы не были неправы, но это все-таки полное скотство для обыкновенного игрока, для нас с вами. Понимаете, очень часто в ходе устаревшей уже морально и физически и логически даже консольной войны люди забывают про то, что все они так или иначе игроки. И все мы занимаемся одними и теми же вещами, но почему-то из-за разделения на какие-то вот эти консольные комьюнити мы теперь должны смотреть друг на друга как на каких-то врагов, на недоброжелателей, которые хотят отобрать у нас наши игры, наши компании. И вы наверняка заметили, смотря тематические мемы, как фанаты Xbox потешаются сейчас над Sony, мол, посмотрите, лол, они не могут позволить себе компанию за 70 миллиардов долларов, купили за 4 какую-то парашу, от которой Фил, между прочим, сам ушел. Это он сам сказал ей нет, забывая про то, что, кстати говоря, сам Фил в как минимум одном интервью, которое я сходу могу вспомнить, заявлял, что он буквально жалеет об уходе Банджи, и, может быть, все могло бы быть по-другому, если бы они вернулись, ну, может быть, не вернулись, ну, или хотя бы не уходили, да, несмотря на то, что при Майкрософте Банджи, по сути, была третисортной конторкой, которая клепала Halo раз в энное количество времени, и поодиночке, наверное, все-таки было лучше, пока они не встретились с Activision, вы там сами знаете, какая история началась, но они наверняка пожалели несколько раз, что переформатировались таким образом. В то время как фанаты Sony вроде как тоже не остались довольны этой покупкой, да, этой ответочкой Чимберлену, потому что все, в первую очередь, смотрят на деньги. Нахрена нам нужна эта Банджи, со своими шутанами. Могли бы потратить на что-нибудь получше, не знаю, на что конкретно, могли бы нам сделать еще немножко экшонов кинематографических от третьего лица, мы это дело любим. Я, естественно, с такой линией мысли не согласен, ну, как минимум потому, что говорить о деньгах в данном контексте неправильно. Надо понимать, что такое Activision и что такое Банджи. Activision, Blizzard King и какие у них там еще Raven Software, все вот эти вот сторонние конторы, это гигантский видеоигровой конгломерат, гигантский издатель, который даже за 70 миллиардов долларов, это даже при скидке стоит 70 миллиардов долларов, я хочу сказать, это они по дешевке его еще купили, в то время как Банджи это один единственный разработчик слэш-издатель, который стоит даже дешевле Zenimax, хотя на самом деле то, что Zenimax в свое время стоил 7 миллиардов, меня тоже удивило, я думал, что ну, немножко побольше будет, там хотя бы двадцаточку, но у них, видимо, дела шли совсем, не слава богу. Ну, а это, ну, как бы что такое Банджи по сравнению с Activision, это вообще ни о чем, правильно? Поэтому сравнение немножко некорректное. Однако, однако, причина, по которой Xbox покупали Activision, отличается от причины, по которой PlayStation покупает себе Банджи. PlayStation покупает их в первую очередь ради ноу-хау, ради того, чтобы делать игры формата, которых не хватает на PlayStation, немножко больше разнообразия, во-вторых, для того, чтобы делать кросс-платформу, я не думаю, что они будут вешать на них задачи по порту, потому что у них есть Bluepoint Games там тот же самый. Я надеюсь, по крайней мере, что они будут делать больше акцент на ПК-порты, кстати говоря, раз они уже начали, то почему бы не продолжить? Хотя Returnal все еще, сука, эксклюзив для PlayStation 5, не заслуживая им быть, кстати говоря, вообще, ну ладно, я отвлекаюсь. И в-третьих, это живые сервисы. Мы имеем в виду полноценные живые сервисы, то есть игры, которые не умирают после того, как выходят, которые развиваются, продолжают поставлять контент по той или иной схеме, ну и продолжают продавать контент и микротранзакции соответственно. Как там о Венгерсе, кстати говоря, поживают. Я вчера хотел посмотреть, но его забыл. Еще, на мой взгляд, глупо называть покупку студии X, неважно, Банжи это или не Банжи, стратегии ответок Xbox'у и Филу лично, потому что, ну, Sony этим занимаются уже какое-то время. Это не первый какой-то, не уникальный случай. И главным образом эту покупку сделала громкой как раз-таки покупка Xbox'ом Activision, потому что там из-за 70 миллиардов долларов, ну, это реально было невероятно очевидно, это действительно было очень громко. И тут, как будто бы, по аналогии, типа, они делают то же самое, и поэтому все начинают ртовать на то, что это подражательство какое-то, с чем я как раз не согласен по вышеупомянутым причинам. Ну, помните, еще недавно они купили Bluepoint Games, например, которые делали им ремейк Demon's Souls'ы, которые теперь, вроде как, по слухам, все еще неподтвержденным занимаются сиквелом Bloodborne и портом Bloodborne на ПК или даже ремастером, насколько я понимаю. До этого они купили Housemarque за несколько недель до Bluepoint, которые делали для них Returnal, и это здорово. Надеюсь, что Returnal, сука, наконец-то на ПК появится, потому что я, походу, единственный, кто продолжает за него топить. Спасибо всем остальным, кто это делает. Мы не одни в этой вселенной, я надеюсь. Sony занимаются покупкой студии уже какое-то время, потому что, ну, как бы, наверное, монополизация это не очень хорошо. Я бы не стал, правда, в таком масштабе называть это монополизацией, потому что даже когда Бобби Котик на интервью, кому же он его давал, это не Фоксу, по-моему, кому-то еще, короче говоря, когда он говорил про то, что, какая монополизация, о чем вы, что за монополизация, вокруг куча студий, очень много конкуренции у нас, нет никакой монополизации. Он, конечно, лукавил, но отчасти, правда, в этом есть, потому что студий вокруг действительно довольно, довольно много. Пока что конкуренцию еще не отменяли, что будет лет через пять, я не знаю, конечно, но это покажет время. Эта реструктуризация рынка, мы не знаем, к чему она приведет. Давайте называть вещи своими именами, у нас нет четкого ответа. Какие-то франшизы воскреснут, перестанут умирать, это здорово, может быть, в ближайшем обозримом будущем, в необозримом будущем, в долгосрочной перспективе, никто, вот серьезно, если кто-то вам скажет, что он знает, какие ждут последствия индустрии, то он врет. Я прямо сейчас сразу это говорю, так и запишите. Никто не может сейчас сказать, какие последствия индустрии ждут от такой гигантской реструктуризации всей индустрии вообще. Именно в тех масштабах, в которых это по ходу начинает происходить сейчас, случай беспрецедентный. Раньше таких гигантских закупок не было. Ну реально просто не было. У нас есть прецеденты для других вещей, типа адового падения рынка после Atari, после чего их спасли Nintendo, но это было уже очень-очень давно. Именно того, что идет тренд на централизацию какую-то, это мы наблюдаем сейчас впервые. И чем все оно закончится, мы не знаем. Но мы можем надеяться на то, что для обыкновенного покупателя, для обыкновенного клиента, игрока, геймера, торговая марка, если хотите, мы можем надеяться, что последствия будут скорее позитивными, чем негативными. Если будет реально делаться акцент на кросс-платформу, на доступность, на то, что теперь неважно, какая пластиковая коробка стоит у вас дома, если все это реально то, что нас ждет, вместе с еще одной, сука, подпиской, на еще один сервис, если это то, что нас реально ждет, хорошо, пускай. Ну, я лично ничего против не имею, однако мы точно не знаем. Но судя по тому, насколько улыбчиво тот же Фил нам об этом светлом будущем рассказывает, при этом имея в той же самой Destiny, сколько там, полторы тысячи часов он наиграл, около того, много. Я точно помню, что Фил не просто геймер торговой марки, он геймер с большой буквы, который, кстати говоря, Destiny особенно сильно любит, из-за чего он и говорил про то, что жаль, что банджи от нас ушли, да, вот. Мне интересно, что он на самом деле чувствует сейчас, когда он читает эти новости и пишет, что молодцы, удачи вам с этим. Скорее всего, он к этому относится как бизнесмен, в первую очередь, но черт его знает, все-таки душа у него есть. Может быть, даже у Джима Райана тоже есть. Посмотрим, к чему эти старички нас в итоге приведут. А пока что положение вещей вот такое вот шокирующее. Студии будут покупаться и дальше. Надеюсь, что она все-таки приведет к лучшему. Спасибо вам, мои дорогие мальчики, девочки, за то, что вы досматриваете это видео до конца. Спасибо вам за то, что вы подписываетесь на канал, лайки с комментариями оставляете, колокольчик на все оповещения нажимаете. Спасибо вам за то, что вы такие сладенькие булочки по жизни. Я вас, между прочим, люблю.